Да, я видел такое подобное видео, там ещё книга его придавили. Ночью что ли? Ночью, наверное. Здравствуйте, друзья, 8 жутких существ в метро, снятых на камеру от канала Зомби Чес. Ставим лайки, подписываемся и... Всё, погнали. И уже нас встречает что-то непонятное. Метро не всегда является для нас просто подземным транспортом. Ну да, там ещё пахнет так... Не знаю, как назвать этот запах, описать. Но вы поняли, думаю. Где подземные станции метро и сам поезд выступают в качестве основной локации. Возможно, из-за огромного количества страшных легенд как о призерках, так и о различных монстров. Или это всё потому, что в подземных туннелях метро очень легко от людских взглядов могут скрываться различные мистические твари. Вот как раз прямо сейчас... В этих туннелях, да. Смотрите до конца, не перематывая. Как думаете, что это за существо? Может быть, просто человек? Посмотрите на его безумный взгляд и огромные зубы. Пишите в комментариях под видео, что думаете. Я не знаю пока что. Так... А также не забудь подпишемся обязательно... 12 августа 2019 года в московском метро попало в объектив мобильного телефона мистическое существо. По сей день не могут выяснить, что это. В предисловии к ролику автор опубликованного видео сообщил, что приславший ему видео незнакомец вёл съёмку на заброшенной станции красной ветки метрополитена. В начале клипа мы видим какую-то тёмную насыпь, из которой затем появляется существо белого цвета. Не знаю, какой-то комочек, я не понимаю, что это такое. В несколько секунд показывается тыльная сторона головы треугольной формы. Ну-ка. Монстр оборачивается, и красные глаза смотрят прямо на оператора. А затем неизвестное творение природы прячется обратно в гнездо. Россия, метро, заброшенная станция... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, там водится и не такое. А, всё. Я думал... Короче... ...эсследовали заброшенный тоннель. Этот заброшенный тоннель существовал для рабочих, которые проверяли железнодорожные пути в метро на их исправность. Что же? Он нужен для того, чтобы в случае аварийной ситуации... Ох, какая лестница. Длинная. ...страшного случая, который был связан с электричеством, Один человек здесь погиб, и этот тоннель... У меня всегда пугали такие крутые лестницы, но это более-менее нормальная ещё лестница. ...вход в тот самый тоннель. Они решили на свой страх и риск исследовать место. Парни пробрались по сырым и узким дорогам. Наконец произошло вот это. Прямо за спиной одного из друзей появляется жуткая фигура какого-то существа с ужасающим и удивлённым взглядом. Я видел, видел, увидел. ...бросает всё, что можно, и с вами голову бегут к выходу. Жуткое существо начало издавать дикий волк. Жесть. Как думаете, связано ли это существо с историей о погибшем... Ну-ка, звук покажешь, да? ...или нет? Пишите в комментариях. Ааа, what the fuck? Ничего себе. Ничего себе. Три часа ночи. Лондон. Ну, идём далее. ...давно прекратили свою работу, и за съёмку видео взялся парень по имени. Ох, старая плитка такая маленькая. Ой. У нас столовая такая была. Мы там ремонт сделали сейчас. ...выске чёрного выхода из станции метро... ...такая коричневая жизнь, фу. ...обнаружил закрытую дверь. Судя по всему, это и есть выход. Уилла очень сильно озадачила странная слизкая субстанция, которая обволакивает весь пол и стены. Что это такое? Он пробует открыть дверь, и к его удивлению, она оказалась открыта. За дверью находилась очень тёмная и маленькая комната, в которой, судя по всему, живёт это инопланетное существо. Такое чувство, что инопланетное создание уже кого-то ждало. Возможно, сотрудники метро его кормят. Кормят. Не знаю. Уилл по понятным причинам побежал, что есть силы в другую сторону искать выход из метро. 29 июня 2018 года по сети распространилась информация о необычной находке в резервном метрополитане украинского города Львов. Поймали жуткое создание, идентифицировать которое... Ну-ка, 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 ну-ка. Фотографию жуткого животного выложил в социальной сети мужчина по имени Василий. Он попросил людей... На какую-то гигантскую летучую мышь похоже, не знаю. Внешне монстр похож на летучую мышь. Да. Однако таковой не является. Разгадать тайну животного пока что не получилось даже у учёных. Возможно, люди... Как будто бы вот здесь какие-то клыки, не знаю, на быка похожи. Нос, точнее, похож на быка какого-то, не знаю. Что это за мистическое существо? Ну, жутко. Идём далее. На полу, прямо посреди платформы в метро Берлина, он беспомощно вытянул руки перед собой. Такое чувство, что он... Я вспомнил очень... Короче, не знаю это. Сейчас. Если посмотреть на внешности существа, то видно, что его голова немного темнее, чем туловище. Похоже, что у него два глаза и тонкая линия рта также присутствует... Жесть. Фу. Да, я видел такое подобное видео. Там ещё книги его придавили. Ой. Что же это за существо? Пишите ваши предположения в комментариях под видео. Я забыл. Честно, забыл. Северная Каролина. 2015 год. Местные работники прибыли на вызов. Проблема заключалась в засорении канализационной трубы. Чтобы найти место, где забита труба, рабочие отправили внутрь камеру с дистанционным управлением. О, вот это интересно. Они обнаружили странную субстанцию внеземного происхождения. Это явно живой организм. Мясистая, пульсирующая капля. Чем-то напоминает сердце. Жутко. Да, я вижу, двигается. Самое жуткое, что эта субстанция не одна. Вот, взгляните, их больше. Это видео удивило и озадачило учёных со всего мира. Позже эти кадры проникли в интернеты, где днями и ночами по сей день люди обсуждают, что это за чертовщина. Об этом даже говорилось в департаменте коммунальных услуг. Но ответа так никто и не знал. Не знаю, это уже... Чё-то непонятно. Вот это непонятно. Никто так и не узнал, что это за инородная форма жизни. А как думаете, вы решите своё мнение в комментариях под видео? Не знаю, честно. Опять же не знаю. В одном из вагонов Арбатско-Покровской линии в окне проявляется лицо девушки. Один человек сидит в вагоне... ...поезда начинает проступать и лицо. Я вижу, вижу. Это лицо неоднократно появляется и пропадает. Один человек сидит, боже Карл. По стеклу поднимается призрачная субстанция. Судя по тайм-коду записи, эти загадочные события произошли... Кошмар, один человек сидит. ...среди сотрудников метрополитена... Один, один. ...даже зубы видно, как будто бы улыбается. ...как пишет издание, это происходит каждое 9 сентября каждого года. Это видео было записано в метро Мехико. Техническое обслуживание метрополитена производят по ночам. В это время проверяется безопасность и оснащение составов. ...выполняются ремонтные работы. Странные звуки, исходящие из-под поезда, заставили одного из... Что вы про то сердце думаете? Напишите в комментариях, я вот честно не знаю тоже. В шестом месте был, я не знаю, ну короче, в поле, да? Так, и вот что нам сейчас покажут в восьмом? Ничего не вижу. Ничего не вижу. Внутри тоннеля доносится чей-то крик. А, я думал, покажут чё-то... ...видео всё равно на голос, будто его нет. Он услышал его тогда, когда пересматривал свою запись. После этого на расстоянии до ночи... Ночью что ли? Ночью, наверное. ...выполняют издавать скрипы, которые полностью завладели вниманием работников. Может чё-то... ...машина двигается? ...поезд. ...множество людей, и возможно их крики являются вечным напоминанием о последних минутах жизни. Может какие-то механизмы трещат просто? И эхо издаётся? Мне кажется, механизмы как-то не знаю. ...в 2014 году. Автор неизвестен, как и происхождение этого существа, которое попало в кадр. Хоть и видео в плохом качестве, но оно... ...всегда в плохом качестве, чтобы мистику наводить. ...жуткое, сгорбившееся существо спрыгивает вниз, перебегает на другую сторону платформы... ...очень плохо видно, поэтому я больше склоняюсь, что это фейк. ...я надеюсь, вам понравилось это видео. Конечно понравилось. ...все хотите продолжение. В общем-то, как-то так. Вот девятый это, скорее всего, фейк, мне кажется. Или человек какой-то работник. Не знаю. Пишите в комментариях по поводу шестого места. Сейчас я бы даже посмотрю. Ну, в общем-то, пишите по поводу того места, где мышцы сжимающиеся. Напишите. Будет приятно почитать, посмотреть, интересно. Давайте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok